Мираб Двалишвили недавно в доминирующей манере уничтожил первого номера рейтинга Петра Яна, тем самым он стал первым в легчайшем весе. Но вот незадача, на троне сидит близкий друг Мираба Алджо, и драться с ним он не собирается. И это не проблема, так как недавно Умар запостил у себя в твиттере пост о том, что белая папаха против черной смотрелась бы на вывесках просто идеально. Всем привет бойцы, с вами канал Беларуству ММА. В этом видео я дам прогноз на интригующий бой между Мирабом Двалишвили и Умаром Нурмагомедовым, но перед началом этого видео не забудьте подписаться на канал и поставить лайк, чтобы как можно больше фанатов смогли лицезреть этот ролик. Сейчас Умар идет в главном промоушене мира идеально. Четыре боя и все уверенные победы, причем три из них, были добыты досрочно. Как вы знаете, у Умара фамилия Нурмагомедов не просто так. Да, он является двоюродным братом Хабиба. И тот, когда Умар находится в Дагестане, предельно следит за его тренировками и питанием. В общем, за дисциплиной. При таком контроле и полной самоотдача, естественно, Нурмагомедов будет прогрессировать в лучшую сторону. Сейчас ему всего 27 лет, а он уже приближается к топам этой весовой. И поединок против Мираба Двалишвили – идеальный для него вариант. Но, во-первых, Мираб находится на первой строчке, и победа над ним автоматически делает Нурмагомедова главным претендентом на бой. Во-вторых, как заявил Двалишвили, он не будет драться с нынешним чемпионом этой весовой стерлингом. А Алджо на минуточку предстоит бой с Сихудо. А затем идет следующий претендент Шоно Мелли. Как минимум годик Мирабу стоит подождать. Или есть другой вариант выбить себе хайповый бой против брата Хабиба Умара Нурмагомедова. Я думаю, это каждому из фанатов понравится, да и Мираб простаивать не будет. Ну и в-третьих, Умар уже доказал главному промоушену мира, что он сюда пришел с серьезными намерениями. К примеру, по словам Данны, он разочарован, что Мираб выдает подобные выкрутасы, что мол не буду драться с чемпионом. Уайто подобное никогда не нравилось. А тут под боком находится боец с подобными навыками, только он готов драться с кем угодно и когда угодно. Дана таких бойцов любит и поощряет их гораздо чаще, нежели подобных как Двалишвили. Я думаю, вы примерно понимаете, что чисто теоретически такой поединок мог бы состояться. Так давайте не будем тянуть и поскорее приступим к разбору навыков спортсменов. Даже мне самому интересно, кто реально сможет выйти из октагона в качестве претендента на титульный бой. Ударный стиль Начнем разбор с недавно пошумевшего Мираба Двалишвили. Как мы помним, в прошлом поединке он вчистую победил Яна на руках, не оставив тому ни единого шанса на победу. То есть базовый борец превратился в топового ударника? Не совсем так. Я думаю, что Ян в том бою настолько был сосредоточен на переводах, что совсем забыл, что это смешанное единоборство, где в голову также может прилететь. И Мираб этим воспользовался. Не спорю, за последнее время Двалишвили показывает крутой прогресс в ударной технике. Помимо Петра, он смог доставить трудности Жозе Альдо, когда тоже не давал ему покоя то перевод, то боксерские комбинации. За счет подобных обманок, Мираб реально вышел на новый уровень. Но ему не стоит забывать тот факт, что он в первую очередь борец. И если он увлечется стоповым ударником на руках, кончится все может печально. Теперь переходим к Умару, который, как я думаю, превосходит Двалишвили по этому показателю. Разящие кики по этажам, смену углов и нокаутирующий удар. Да-да, странно вообще такое слышать про человека с именем Нурмагомедова. Но да, Умар предпочел боксировать. И как мы видим, он с этим прекрасно справляется. Из-за своих встречных ударов, его оппоненты не могут толком к нему нормально подойти. За счет чего Нурмагомедов расстреливает их своими ногами. Сможет ли он перебить Двалишвили? Да вообще запросто. Как я говорил, Мираб – борец. И он не до конца знает всех колкостей в ударке. А Умар в этом деле давно и явно знает побольше грузина. Также помимо киков, Нурмагомедов может боксировать. Его бокс под крылом Хавьера Мендеса постоянно растет. И это видно по его выступлениям. Тот нокаут в поединке против Руани Барселоса точно не скоро забудут. В качестве фаворита я выберу Умара Нурмагомедова. И я думаю, вы сами знаете почему. Умар обладает куда большим разнообразием ударов, нежели Двалишвили, который попросту пугает своими переводами. Игра снизу. Теперь переходим к борцовским навыкам, где Умар также очень даже хорош. Напомню, его команда состоит из топовых борцов по всему миру. Кейн Веласкес, Хабиб Нурмагомедов, Даниэль Кармье и еще множество спортсменов помогают Умару прогрессировать в этом направлении. И между прочим, Нурмагомедов не сильно отстает от этого аспекта. Он сам может перевести тебя и спокойно раунд контролировать. Такое уже бывало в его поединках и не раз. Помимо контроля, Умар владеет навыками БЖЖ. Сергей Морозов может точно это подтвердить. Такого жесткого удушения я не видел давненько. Также Брайан Каллахер попался на удушающий от Нурмагомедова, от которого также не смог защититься. Да, я могу с полной уверенностью сказать, что Умар может спокойно работать на руках и качественно владеть борьбой. Двигаемся дальше и переходим к борьбе Мираба Двалишвили. Вот здесь грузин может чувствовать себя как дома. За свою профессиональную карьеру он переводил множество спортсменов и без труда их контролировал. Но вот как только он попал в главный промоушен мира и начал выходить с более топовыми бойцами, у него начались проблемы. Это было заметно в поединке против Жозе Альдо, когда бразилец защитился от всех переводов Двалишвили. Тому ничего не оставалось делать, как контролировать в клинче и таким макаром он забрал бой решением судей. Также и в бою против Петра его переводы не смотрелись грозными. От большей части попыток перевести поединок на нижний этаж Петр защитился. Только в некоторых эпизодах Мираб смог опустить Петра вниз. И то, тот быстро поднимался на ноги. И что можно сказать по итогу? Долго думая, я все же отдам этот аспект Мирабу, так как он уже дошел до топового уровня, где старается применить свою борьбу. В отличие от Умара, который с реальными претендентами не бился. Кардио и дух Что можно сказать по поводу выносливости Мираба? То в прошлом поединке он нам на все прекрасно показал. Пять раундов для него не проблема. Как многие заявляют, он бы прошел и десять, но в этом почему-то я сомневаюсь. Но не суть. То, что он показал в поединке против Яна достойно уважения. В таком высочайшем темпе пройти все 25 минут. Двалишвили реально зверь. Теперь переходим к бензобаку Умара. За всю свою карьеру он максимально проходил лишь 15 минут. И каким он будет на дистанции в размере пяти раундов нам только предстоит узнать. В трехраундовом бою он смотрится превосходно, но по итогу фаворитом я выберу Мираба. И я думаю вы понимаете почему. В плане духа я поставлю равенство, так как оба бойца молоды и заряжены до побед. Прогноз В качестве победителя я все же выберу Умара. В стойке он на голову выше Мираба. Он спокойно может перетыкать того своими киками. В борьбе они примерно схожи. Идвалишвили не удастся так бороть Умара как остальных. Будущее бойцов Умар из ниоткуда врывается на первую строчку рейтинга. Скорее всего его попросят провести еще один бой. И после него он получит титульный поединок. Что касается Мираба, то он получит еще шанс сбиться за пояс, так как он реально элитный боец. Субтитры сделал DimaTorzok